Чтение, доступное каждому, библиохаб для людей с нарушениями зрения, презентовали в Киеве. Специальный аппарат с помощью увеличения позволяет слабовидящим наслаждаться чтением книг без шрифта Брайля. А невидящие могут прослушать литературу благодаря озвучке. Для Анны Самбурской чтение – одно из любимых занятий. Говорит, едва выучила буквы, как проштудировала все домашние книги. Шевченко читала в детстве. Очень родной и близкий для меня поэт. И еще разные сказки народов мира. Вообще читала практически все, что попадалось под руки. Сейчас Анна дает предпочтение украинской исторической литературе. Но из-за нарушений зрения чтение дается тяжело. Сейчас выходит много нового и интересного. Озвучка, к сожалению, не всегда успевает. А читать хочется все больше и больше. Благодаря общественному проекту «Библиохаб для людей с нарушением зрения» Анне стали доступны не только аудиокниге или со шрифтом Брайля. Мы берем книгу, кладем ее на панель, выбираем цвет и размер шрифта. И читаем с помощью панели, которая движется. Тотально незрячие могут прослушать библиотечные книги. Вы ведь знаете, что мне запрещено заставлять человеческие существа спускаться вниз по лестнице при вращении. Библиотека имени Тычины – единственная в Киеве, получившая такое оборудование. Аппараты закупили в рамках общественного муниципального проекта. Автор идеи Екатерина Макарчук говорит, задумалась над проблемой, встретив военного, потерявшего глаз на Донбассе. Я видела, насколько тяжело ему переживать это состояние. У нас пока мало что приспособлено для таких людей, а проблема растет. Те же военные часто возвращаются с такими травмами. Вскоре оборудование, позволяющее читать слабовидящим, появится еще в двух столичных библиотеках, включая детскую. Активисты надеются, незадолго библиоинклюзия охватит всю страну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова